На день физкультурника у Лукоянов приехала женская футбольная команда «Ника», которая на учебно-тренировочном сборе не только встретилась в праздничном матче с местной юношеской командой «Ракета», но и разыграла почетный футбольный трофей Кубок Кермы. Мы провели Кубок Компании Кермы в этот замечательный день, день физкультурника. Собралось очень много народу в городе Лукоянов, много зрителей, юные девчонки, юные мальчишки поиграли в футбол с отличным настроением. В этот день физкультурник. К огромной радости многочисленных поклонников футбола и лукояновских фанатов, собравшихся на трибунах местного фока «Колос», первыми счет открыли хозяева. Капитан «Ракеты» Никита Исаев показал пример всем, как надо обыгрывать команду женской первой лиги, забив красивый мяч 1-0. Непривычно. Первый раз играем с девчонками. Гости доиграли первый тайм, так и уступив, а во втором изрядно увеличили скорость движения и точность в передачах, что неизменно сказалось на результате. Сначала шустрая Юлия Панина выровняла чаши весов, а затем опытная Светлана Никольская вывела Нику вперед 2-1. Мы собрались с командой. Тренер сказал, что все хорошо, играем дальше, не расстраиваемся. Можно любую игру вытащить, если вы соберетесь. Все будет хорошо. Очень было интересно. У нас сейчас предстоит второй тур первой лиги, поэтому мы готовимся к этому туру. И нам необходимы были игры, игровая практика. Однако окончательный результат двух таймов был установлен местной ракетой и вновь в ударе капитан, который спас команду от поражения. В первую очередь еще один опыт. У нас уже такая идет сыгранность, стандарты, комбинации, настроение. Сегодня праздник. В первую очередь мой день физкультурника. А в итоге были назначены 11-метровые, в исполнении которых преуспела Ника, одержав победу по пенальти 3-2. В плане подготовки, как бы посмотреть, собрать девчонок, увидеть, какие ошибки, над чем работать. Дальше у нас тур будет второй, поэтому готовимся к нему. Итак, впервые почетный трофей в руках финалисток и победителей. А для лукояновских девчонок этот день физкультурника стал праздником принятия их команды в дружный коллектив Ники. А для полноценных тренировок филиалу были вручены комплекты футболок и мячей. Еще помимо дня физкультурника, помимо сбора, еще праздник, день рождения филиала женского футбольного клуба Ника. На Лукоянове собрали маленьких девочек, которые будут тренироваться. И я думаю, в скором времени кто-то из них попадет в главную команду. День физкультурника в Лукоянове запомнится надолго всем и участникам, и болельщикам. Красивым футболом в исполнении и Нижегородской Ники, и Лукояновской ракеты. А еще именно там президент Федерации футбола Нижнего Новгорода Михаил Вилков заметил, что в команду Ника в ближайшее время войдут девчоночи команды из Богородской и Нижнего Новгорода, что создаст положительный задел для дальнейшего пополнения рядов главной команды. Владимир Смирнов, Артемий Катков, Ренат Бикбаев. Время новостей.